Добрый день, друзья! С вами Федерация судебных экспертов и наша очередная передача на тему судебной компьютерной экспертизы. В гостях нашей студии Артем Соколов, эксперт в области действительно компьютерно-технической экспертизы. И говорить мы будем сегодня не просто о всех направлениях данной экспертизы, а заостримся лишь на одном из важнейших направлений. Это экспертиза качества программного обеспечения. Артем ответит, правильно ли я вообще назвал этот вид экспертизы, потому что тематика для меня это достаточно сложная, непонятная, так как я исключительно гуманитарий и так глубоко в инженерной науке не погружаюсь по понятным всем причинам. Итак, экспертиза программного обеспечения. Что это? Правильно я ее вообще назвал? Кто заказчики? Для каких целей она проводится? В каких правоохранительных органах она или судебных органах она рассматривается? Ну и чего добиваются люди, проводя такую экспертизу? Давайте пробежимся. Да, конечно. Стоит сказать, что данная экспертиза, она проводится... Правильность названия вообще правильная? Вообще, ну, у нас правильность названий и фиксирования как бы дается госорганами, которые даже не занимаются пока что исследованием, проведением данных экспертиз. Вот, они, собственно, могут как бы исследовать только носители данных. Насколько я помню, мы понимаем, о чем мы говорим. Просто каждое ведомство, государственное ведомство, у нас в России 8 министерств и ведомств, которые имеют в качестве подразделения экспертные учреждения. То есть, Следственный комитет имеет, ФСБ имеет, МЧС имеет, МВД имеет, Минюст имеет, наркоконтроля уже нет. Он тоже раньше имел свое подразделение, экспертное подразделение. И в каждом из этих подразделений исследуется компьютерное оборудование. И в каждом из этих ведомств наименование экспертизы плавают. То есть, в одном ведомстве это называется такая, так экспертиза называется, в другом по-другому, в третьем по-третьему. И точных наименований, то есть, единообразия в наименованиях экспертизы в России отсутствует. Поэтому, как бы вы не называли экспертизу, называйте по сути. То есть, что исследуется, так и называть. То есть, исследуется программное обеспечение. Давайте называть экспертизу экспертизой программного обеспечения. Это мое мнение, может Артем не согласится, может у меня какое-то другое мнение, может он любит называть эту экспертизу как называют в Минюсте или в МВД. Не важно. Я полностью с вами согласен, в связи с тем, что данные задачи не решаются ни одним из государственных ведомств. Почему, кстати? А в этом, в принципе, у них есть определенные специальности исследования носителей информации. Ну и, наверное, в том числе, это в связи с тем, что обычно споры по правильному обеспечению решаются в рамках арбитражного процесса в основном. То есть, в рамках уголовного делопроизводства это вряд ли можно встретить. Да, я согласен, полностью согласен. Да, то есть, в рамках гражданского процесса в том числе, но в основном это, конечно, арбитражный. Друзья мои, я надеюсь, что эта тема вам понравилась. Если у вас будут какие-то вопросы, какие-то комментарии, пожалуйста, ругайте нас, хвалите нас, ставьте лайки, делайте дизлайки, мы все вытерпим. До свидания, друзья, до новых встреч.